Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Липецкий бизнес-форум устроят уборщики. Сбитый поездом житель Саратова встал и ушел. Книга о современных чиновниках внесена в список экстремистских материалов и «Бог не фраер» — так губернатор Орловской области прокомментировал скандал с епископом. Владимир, вот накануне ты как раз рассказывал про священнослужители. Да, что Русская Православная Церковь обратилась к священникам с рекомендацией не покупать дорогие автомобили. Да, там скандал действительно развернулся в Орловской губернии. Ленд-крузер за 6 миллионов рублей. Священник сказал, что якобы ему это дело все подарили. Ну вот, не знаю. Но губернатор сказал, что судить священнослужителя может только Бог. Поэтому нечего здесь на него. Добрый день. Да, добрый день. Приветствуем вас. Александр Рассохин. Владимир Сметанин. Да, это программа «Дневной разворот». Напоминаем, что сегодня 1 июня, четверг — Международный день защиты детей. И так или иначе практически все наши темы сегодня в развороте будут связаны с этим днем. Ну, если говорить о втором часе, то мы хотим поговорить о мероприятиях, приуроченных в том числе и этому дню. Ну вот, как выяснилось, сегодня утром в связи с плохой погодой на открытых площадках они отменены. Да, но они пройдут, когда погода уже наладится. Так пообещали городские власти. Да, мы о них обязательно поговорим. И поговорим в том числе и о праздновании Дня города, который тоже приближается. Придет к нам после 12 руководитель городского управления культуры Марина Юсупова. Ну и также во втором часе у нас будет Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала компании «Т-Плюс». Погода не дает завершить в Кирове отопительный сезон. Когда же он все-таки завершится или где он уже завершился, может быть, в части города? И как будут происходить гидравлические испытания? Обо всем об этом Олег нам расскажет во втором часе. Ну и первый час, первая тема тоже посвященная Международному дню защиты детей. А, кстати, сегодня еще и Всемирный день родителей и Всемирный день молока. Вот видите, как все связано, да? Дети, родители, молоко. Представляем наших гостей. Юлия Савиных, руководитель благотворительного фонда «Птицы счастья». Юлия, добрый день. Добрый день. Светлана Кликовкина, директор детского дома «Надежда». Добрый день. Что в комментарии на «Заречной 5». Добрый день. И Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимиру Валерьевичу сам бухвилил сегодня тут у нас в первый день в защиту детей побывать. Добрый день. Но Владимир Валерьевич нас предупредил, что Юля и Светлана Геннадьевна у нас сегодня основные спикеры, потому что это их идея. Итак, благотворительный бал сегодня состоится. Вы, Юля, непосредственно его организатор. Рассказывайте, делитесь с нашими слушателями информацией, где, когда, что там будет. Да, сегодня пройдет вечером в Гауде благотворительный бал. Он будет называться «Импульс добра». Он посвящен детскому дому «Надежда». То есть это детский дом, в котором содержатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы приглашаем всех желающих. Но в основном это, конечно, наши партнеры фонда, бизнесмены кировские, которые помогают на сегодняшний день детскому дому в их трудностях финансовых, конечно, в первую очередь. Но об этом мы чуть позже поговорим, чем именно, собственно, помогают предприниматели. Что за программа, что там предполагается? У нас будет концерт «Начало в 19 часов», «Гауди холл». У нас будет концерт, поскольку сегодня День защиты детей, это будет детский концерт. И потом в дальнейшем у нас приедет московская звезда, это диджей-лист, чтобы молодежь могла тоже поддержать и отдохнуть. Все собранные денежки с концерта пойдут как раз на нужды детского дома. То есть билеты, собственно, продаются на это мероприятие, и деньги эти затем будут переданы детскому дому на это. Кто будет выступать, сказали, что дети? Детская программа, да, детский концерт. У нас выступает... Так, кто же у нас выступает? Это «Кит-шоу», это «Дом талантов», то есть это разновозрастные дети. Они приготовили творческие номера. Что это, песни, танцы? Это и песни, и танцы. У нас будут представители правительства Кировской области, администрации города Кирова, которые нас поддерживают. Вы рассылали приглашение, да? Да, конечно. И наш дорогой Владимир Валерьевич Шабардин, без которого мы такие мероприятия не проводим. Дорогой в смысле на прошлом благотворительном аукционе самый дорогой лот. Да. То есть приходится поддерживать в том плане, чтобы других подталкивать. Ну, там, все равно приходится своим примером, да? То есть люди сидят скромно чуть-чуть, ну, давайте как бы будем там участвовать в аукционах. Деньги идут вот конкретно на вот этих конкретных детей. Поэтому там Юля хоть пригласила в качестве почетного гостя, но уйти просто там отсидев, да, и ничего нет. Там пришлось, как оказалось, там один из самых таких серьезных лотов я и выиграл. Ну, давайте напомним, что концерт, собственно. Нет, это... Это аукцион. Это аукцион. Аукцион у нас традиционный. Он называется «12 стульев». То есть предприятия города Кирова кладут в эти стулья какие-то свои подарки, и мы эти стулья разыгрываем. И, естественно, что денежки, которые люди нам попечить или дают, мы уже вот на нужды, в данном случае, детского фонда отправляем. Этот аукцион и сегодня тоже состоится? Да, он тоже сегодня будет, этот аукцион. Плюс мы покажем сегодня фильм небольшой про детей детского дома. Он называется «Письмо тебе». Потом мы его выложим на наш сайт. Он будет на сайте администрации города, потому что детский дом, к сожалению, не может сам размещать. В этом фильме мы отразили, в принципе, всю проблему деток-инвалидов, которые не хотят брать в семьи. Непосредственно в детском доме «Надежда» снимался? Расскажите немножко об этом фильме. Этот фильм снимали в нашем доме. Мы показали детей с проблемами в развитии, в физическом развитии. А что именно? Поясните, пожалуйста, какие проблемы со здоровьем ваших ребятишек? У нас в нашем доме проживают все дети с ограниченными возможностями. У нас 13 детей-инвалидов. И мы, вот такая проблема, наши детки все, мы стараемся устроить на семейное воспитание. Наши дети дошкольного возраста, это как бы приоритетный возраст такой, что берут детей помладше в замещающие семьи. Но мы активно работаем и над тем, чтобы наши дети-инвалиды тоже обрели семью и были счастливыми. И у нас есть такие случаи, когда граждане нашего города, нашей области брали детей с проблемами в развитии, с синдромом Дауна и с значительной сложной структурой дефекта. То есть там много проблем. Вы говорите «брали», но, простите, надеюсь, что и берут, и будут, собственно. Вот у нас, я и говорю, что мы надеемся, что и в дальнейшем, вот благодаря этому фильму будут устроены дети. А в прошлом, вот в прошлом, позапрошлом году мы таких трех детей устроили. В настоящий момент оформляются одно, значит, документы на приемную семью. Тоже ребенок со сложной структурой дефекта, где много проблем в здоровье, много заболеваний. Сколько удается детей из общего количества устроить как раз-таки в семье? У нас более 90%. Ну, каждый год по-разному, потому что статус детей здесь важную роль играет. Вот если в 2015 году мы 92% детей устроили в замещающие семьи. В прошлом году 82%. С января 2017 года 21 ребеночек у нас ушел в семью. И сегодня мы тоже передаем нашу девочку в семью. Мы очень рады. Именно сегодня? Сегодня, да, в день защиты детей. Это вы про нее рассказывали, что накануне она только поступила и быстро так получилось? Нет. Ну вот история перед эфиром была, что накануне поступила тоже девочка, и можно сказать, оперативно удалось. Ну, просто она поступила из семьи, и не хочется, чтобы ребенок привыкал к детскому дому. И ребенок семилетний, он должна идти в школу, чтобы не было два стресса. Семья ведь тоже новые условия, надо привыкнуть адаптироваться, и школа тоже адаптация. Поэтому мы стараемся по возможности, если есть такая возможность, обратиться к родителям, к кандидатам, к родителям приемным, которые уже у нас брали детей. И вот я обратилась с просьбой, потому что они говорили, что нам бы еще девочку. Я обратилась к ним с просьбой и сказала, вот поступила девочка, если у вас есть такая возможность и желание, то мы бы были очень рады, если бы вы ей подарили семейное счастье. Напомните, как в ваш детский дом попадают ребята? Это ребята, от которых отказываются, да? Лишенные родительских прав. Родители, да, или ограничены в родительских правах, или лишены. У нас в настоящий момент 13 детей, которые, значит, родители, чьи родители в трудной жизненной ситуации, то есть на один год. Мы очень тесно работаем с этими родителями, чтобы помогаем им, поддерживаем их, помогаем, рассказываем, куда надо обратиться, чтобы потом впоследствии забрать. Часто трудно жизненная ситуация, у родителей это нет работы, иногда жилья нет, иногда долги коммунальные, мы даже выходим в службы занятости тех районов, где проживают вот это родители, у нас со всей Кировской области дети к нам поступают, взаимодействуем со службой занятости, просим помочь в устройстве на работу, чтобы мама имела какой-то доход материальный. У нас есть такая правовая база, Владимир Владимирович, да? Да, по закону существует давно, и эта практика на самом деле хорошая, то есть здесь речь идет о том, что по заявлению родителей ребенок может быть устроен. У нас такая практика есть и в домах ребенка, когда вот особенно молодые мамы рожают, вот знаете, профилактика отказа, есть возможность, то есть за год мама от этого от стресса отходит, там и с жильем, и с работой вопрос решается, и забирают ребенка. То же самое здесь, то есть нет такого, что... Но она может приходить навещать. Да, обязательно, обязательно, обязательно. Мы тесно работаем, проводим консультации, показываем, какой ребенок, приглашаем на наше мероприятие, чтобы мама посмотрела и увидела, рассказываем, как надо заниматься, как надо воспитывать, это тоже даже... То есть тут не просто может посещать, а детский дом как раз... Соглашение у нас прописано. В этом случае делает все для того, чтобы связь мамы и ребенка, она не прерывалась, не терялась, чтобы этот год, он действительно был год нахождения ребенка, значит, там, временное, для того, чтобы ребенок вернулся в эту семью. Эта ситуация не связана там с ограничением мамы в родительских правах. Опять же, там вот сейчас у них есть дети, но... Простите, мы давайте продолжим, уже после небольшой паузы нам нужно прерваться. Буквально половину минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем наш разговор о благотворительном бале, который состоится сегодня в нашем городе. И средства, вырученные от этого мероприятия, пойдут на детей, которые находятся в детском доме «Надежда». И у нас в гостях руководитель данного детского дома Светлана Кликовкина, а также Юлия Савиных, руководитель благотворительного фонда «Птица счастья» и Владимир Шабародин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Вот перед перерывом Владимир Валерьевич как раз говорил про систему, когда родители могут оставить на один год ребенка. Ну, до одного года, то есть по практике это все-таки изначально шесть месяцев, с возможностью как бы написать заявление еще на шесть месяцев. И вот повторюсь, что эта система позволяет все-таки за это время немножко прийти в себя родителям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. У нас есть ли по домам ребенка, это ситуация, когда, знаете, девочки приезжают на учебу из районов, учатся в образовательных организациях, да, и вот там родила и фактически осталась одна с ребенком. То есть это возможность все-таки продолжить учебу и каким-то образом спланируется... А проживает там, например, в общежитии, да? А проживает, например, в общежитии, да, где, ну, с ребенком некуда, там еще четверо. Вот, и вот ситуация там, трудных жизненных ситуаций, когда действительно осталось или без работы, значит, или без жилья, когда, ну, знаете, там бывает сгорел детей, там не один ребенок в семье, вот трое-четверо, вот как сейчас в Надежде, да, вот есть ими. Или ситуация, к сожалению, когда, ну, хорошая семья, все благополучно, но мама заболевает. Бывают такие и требуется очень серьезное лечение, при котором она находится, ну, фактически постоянно в больнице и не имеет возможности, ну, заниматься детьми. Вот, то есть в этих ситуациях, конечно, никто не говорит о том, что ребенка там отправить, там, всегда в детский дом. Вот, то есть идет ситуация на год, вот, а вот тогда, когда в трудной ситуации после года, там, мама не забирает, тогда уже может ставиться вопрос об ограничении в родительских правах, да, со всеми последующими... Мы составляем акт об оставлении в течение трех дней, подаем в органы опеки и сообщаем, что мама не забрала. И тогда ребенок попадает в банк данных, собираются все документы. Давайте все-таки вернемся к благотворительному вечеру. Хочется спросить, Юля Светлана Геннадьевна, как давно вы сотрудничаете вообще? Детский дом «Надежда» и благотворительный фонд «Птица счастья». У нас получилось такое очень внезапное сотрудничество, потому что вообще «Птица счастья» занимается детишками вне гематологии, но поскольку дети, которые сейчас вот в этом детском доме, они тоже с ограниченными возможностями, то есть это больные дети, вот мы решили, что мы этот дом тоже возьмем себе под крылом. «Птица счастья». Подкрыло «Птица счастья», да, и очень затронула, конечно, тема того, что именно не берут больных деток. Мне, как руководителю фонда, было важно очень понять проблемы, какие на сегодняшний день есть у этих детей. То есть сейчас очень важно нам лето впереди оснатить детскую площадку, потому что для инвалидов, ну, естественно, у них ограничены возможности у некоторых и в движении, и в игре. Особенно нужна площадка. Да, это особенная площадка. Вот мы сейчас усиленно с нашими партнерами и бизнесменами Кирова собираем денежки на это. Сколько нужно на площадку? Миллион рублей. Миллион. Это первоочередная цель для... В том числе и докторительной акции, да, сегодняшней? Да, это сегодняшний вечер как раз позволил уже... Мы сегодня уже продали билетов, там, больше 300 тысяч рублей. То есть у нас уже собрано, и мы вот в течение лета будем это все делать. И я думаю, что как можно быстрее, конечно, чтобы дети могли гулять, могли получать полноценный отдых. И вопрос, который озвучила Светлана Геннадьевна, даже, наверное, не она, а доктор, который лечит этих детей, то есть детей с ограниченными возможностями, это тренажер Гросса. То есть мы его уже заказали, его привезут, мы его оплатили. Поясните, пожалуйста, что он с вами представляет, его предназначение. Значит, это большой комплекс для как раз реабилитации вот таких детей с ограниченными возможностями. Это целая комната, которую выделит вот как раз детский дом, где дети будут проходить реабилитацию. То есть это различные упражнения. Ну, там целый большой такой комплекс для физической нагрузки, для того, чтобы дети могли развиваться и справляться со своими болезнями. — Комната есть? Помещение есть свободное? — Да, мы решили, что это в физкультурном зале, потому что тут все, у нас есть возможность там сделать этот, установить этот тренажер. Это для детей, у кого проблемы с опорно-двигательными, с опорно-двигательным аппаратом. Это дети с ДЦП у нас часто такие теперь стали поступать. Это у детей, у кого, ну, вообще плохо развиты ручки, ножки. Это все вот мы будем развивать, потому что это действительно проблема, и такая помощь нам очень важна. — И сам Гросс, создатель вот этого тренажера, то есть он запатентован, это достаточно известный наш российский... — Это российская разработка, да. — Это российская разработка. — Это известный доктор, как раз вот, который занимается детьми из ДЦП. Он приедет в Киров, он обучит коллектив детского дома, которые непосредственно будут заниматься с детьми. То есть все это как бы под контролем. Не то, что мы привезли тренажер и забыли про него. Нет, это будет такая статичная, долгая работа. И потом он будет в дальнейшем оказывать всяческую помощь, консультировать. То есть, может быть, что-то, какие-то новшества потом внедрять. Мы, конечно, будем уже помогать. — Ну, мы говорим о том, что предстоит сделать. А что уже сделано в сотрудничестве? — Тренажер, на самом деле, тренажер уже куплен. — А, куплен уже? — Да, то есть сегодня мы на вечере вручим сертификат. — А, все ясно. — А его стоимость какова? — Там порядка 150 тысяч рублей. — То есть вот уже начинание есть, да? — Да, но я хочу сказать, что... — Ну, вообще, я уже раскрыла секрет, потому что мы хотели это сделать на вечере, чтобы с Ирландой Геннадьевной какой-то был сюрприз. Поэтому, ну, я думаю, что она догадывалась обо всем этом. — Но я хочу сказать, что еще вы не сказали, Юлия, что они нам принесли коробку... — Храбрости. — Храбрости. — Там игрушки мелкие. — Да-да-да, та самая знаменитая коробка. — Да, и она у нас... Мы поставили ее в медицинском блоке. Она у нас стоит. Есть ли какие-то уколы? Потому что мы лечим наших детей. У нас есть лицензия на медицинскую деятельность на многие направления. И если мы лечим детей от различных специалистов, там уколы или приивки делаем, то это очень нам полезно. И детки уже менее... Зная, что там есть игрушечки, которые они получат за храбрость. Вот я считаю, что это тоже дорогого стоит для наших детей. — Да, спасибо большое. Наша, на самом деле, коробка храбрости. В этом году мы ее поставили во всех больницах уже. Вот. Города Кирова. Во всех детских больницах. Во всех отделениях процедурных она есть. Нам помогала в этом партии ЛДПР. То есть они провели большой очень сбор игрушек. — И в поликлиниках? — В поликлиниках пока нет. Пока именно только стационарное лечение. То есть там, где дети получают такую постоянную медицинскую помощь. — У нас есть звонок? — Звонок. — Ну, давайте выслушаем. Алло, слушаем вас. — Добрый день. — Добрый, как вас зовут? — Казаков Беспокович. — Да, Роман Николаевич, у вас вопрос или что, предложение? — Да, у меня вопрос и предложение. Вопрос первый. У меня есть семья знакомая. Очень-очень дальние родственники мои. Их в семье шесть детишек. Папа-мама. Живут, по идее, на бабушкину пенсию. А пенсию у нее, по-моему, пять тысяч рублей. И ежемесячное пособие на ребенка. Папа не пьет, не кует, не матерится. Но принципиально нигде не работает. У него девиз такой. Бог меня создал для жизни. Я живу, как хочу. — И, Роман Николаевич, вы к чему ведете-то? — Я к тому, что как мне этих детишек можно ли устроить в детский дом, о том, о чем сейчас говорится, в общем-то. — Владимир Владимирович, давайте попросим координаты оставить, Роман Николаевич. — Ну, вообще, есть управление опеки, которое должно заниматься в каждом районе. Есть управление опеки. То есть, если... — Да, в Кирске области. — Ну, да, в области, в любом районе. Вот. И там, где действительно дети находятся по-другому. Но в данной ситуации, мне кажется, что... Вот если это ваши родственники, да, то... — Очень-очень дальние. — Ну, неважно. То есть, все равно есть некое окружение, да, родственные связи, которые вот зачастую, я просто знаю, сталкиваюсь с такими ситуациями, позволяют, ну, не знаю, усовестись как-то вот совместно миром сделать так, чтобы эти дети остались в семье. Ну, то есть, вы понимаете... — Мы можем, помогаем, допустим, но это деньги им давать на семью, да, это бездомные бочки, потому что они на это рассчитывают. — Да, согласен. — А как-то воздействовать на сознание, потому что это уже 21 год старшему ребенку, дай бог памяти, лет 13, младшему, дай бог памяти, три недели всего. — Ну, вот, смотрите, вы сказали, вот, там, слово «детский дом», да, у нас во многих ситуациях все-таки детей забирают родственники. То есть, дяди, тети, которые говорят, вы знаете, вот у нас все там, мой брат или сестра, там, социальный образ жизни, там все, ставятся вопросы лишения родительских прав, но ребенок не идет в детский дом, а идет на воспитание в семью, как бы, к родственникам, которые вот, ну, уже социально ответственны. Поэтому вот если там речь все-таки пойдет о том, что детям нельзя оставаться в семье, все-таки, если найдутся кровные родственники, это было бы лучше, чем нахождение детей в детском доме. — Да, спасибо, кровный родственник есть, просто они уж очень престарелые все, вот именно в той семье, в той, в той родине, в той родине. — Владимир Ильич, простите, Роман Николаевич, простите, мы все-таки ударяемся от нашей основной темы, хотя понимаю этот вопрос, который вы озвучиваете. — Так, и будьте любезны, еще одно предложение. — Да, только городку у нас сейчас реклама будет. — Вот, опять, в честь дня защиты детей, у нас все-таки есть в городе очень хороший детский сад номер 109, комбинированная типа инклюзивная группа, и ЗПР, и ОНР, в общем-то. — Чем могу, помогаю этому садику, чисто по своей, в общем-то, спонсорской помощи, в частности, канцтовары, в общем-то, бытовая химия. Вот, у них случилась беда недавно. Отпали ворота железные, никто помочь не может. Департамент образования города Кирова очень-очень-очень долго ищет деньги на такую беду. Может ли кто-нибудь такой хороший товарищ им помочь? — Я затрудняюсь лично ответить. — Потому что, в общем, достойно от ворота не с той велика, но, в общем-то, как бы... — Я думаю, что Департамент образования города в состоянии это сделать самостоятельно, без применения. — Состояние, но просто, грубо говоря, не... — Роман Николаевич, давайте так договоримся. Оставьте, пожалуйста, свой номер телефона нашей помощнице. Пожалуйста, не кладите-то еще трубку. — Да, пожалуйста. Просто пять минут уже говорим. Давайте рекламу сейчас выпустим, да, в эфир, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В 19 часов сегодня состоится благотворительный балл. — Начнется все-таки. — Начнется, да. Начнется. В 19 часов и у нас в гостях организаторы этого мероприятия. Юлия Савиных, руководитель благотворительного фонда «Птица счастья», директор детского дома «Надежда» Светлана Кликовкина и Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. — Еще раз напомним, что средства все собраны от этого благотворительной акции. Они как раз на нужды детского дома «Надежда» и пойдут. А в чем еще нуждаетесь, Светлана Геннадьевна? Мы уже рассказали про игровую площадку для особенных детей, про эту физкультурную комнату. А если смотреть еще вперед? — Самая проблема наша — это устройство детей в семье. Детей с проблемами здоровья, детей инвалидов. Потому что я думаю, что считаю, что каждый ребенок и даже такой ребенок имеет право на семью, право на то, чтобы его любили. Самая хорошая, самая любимая мама и папа. Поэтому, обращаясь к гражданам нашей области, к городу Кирову, хотелось бы, чтобы не боялись проблем с этим ребенком, а подарили тоже счастье. Жить в семье, познать, что такое семья. Вот это главная проблема. Остальные проблемы мы решаем благодаря таким добрым людям, которые к нам приходят и нам помогают. Вот эту проблему хотелось бы тоже каким-то образом решить. Но я благодарю Юлию, потому что они сделали фильм о наших детях. Это тоже люди посмотрят и обратят внимание на проблемы таких детей. — Напомните, где он появится, этот фильм? Где можно было посмотреть? — На сайте fenix43.com. — Фонда? — Фонда нашего, да. И на сайте администрации города Кирова. — Да, мы через управление опеки нашей, мы очень тесно взаимодействуем с нашим управлением опеки и попечительством администрации города Кирова. Я думаю, что мы там размещаем наших детей. И этот фильм тоже я попрошу, Любовь Михайловна, она откликнется. — И у нас будут размещены сайты. — Сайты уполномоченного по правам ребёнка. Право ребёнка 43.ru — Я, как понимаю, сейчас перед эфиром как раз Юлия показала Светлане Геннадьевне этот фильм. Именно о нём идёт речь. — Да. — И Светлана Геннадьевна, так сказать, задел этот фильм. — Конечно. Я люблю своих детей, мы все очень их любим. И когда я увидела действительно хороший, такой добрый фильм, обращение к людям, гражданам нашего города, что ребёнок обращается, что у него есть проблемы, вы не бойтесь меня взять. Я тоже у меня любящее сердце. И я тоже хочу, чтобы у меня были мама и папа. Это дорогого стоит. Это хороший фильм. Я думаю, что чьи-то души затронет этот фильм, и они к нам придут за нашими детьми. Все дети, которые в свободном статусе, дети-инвалиды, они показаны в этом фильме будут. — Какие события, какие мероприятия у вас проходят как раз-таки в детском доме? Какой жизнью живут ребятишки? — Мы живём очень активно. У нас различные мероприятия проходят. И вчера вот буквально проходил выпускной бал, где наши выпускники, дети 7 лет, которые пойдут в этом году в школу, мы их чествовали. Они нам подарили такой прекрасный праздник. Они танцевали, пели, читали стихи, играли, показывали, как решают задачи, как складывают слова. И такие они у нас все замечательные, хорошие, любимые. И они получили подарки ранцы, наши члены попечительского совета, всегда каждый год, ежегодно готовят для детей подарки. Они у нас полностью экипированно идут в школу. Будь то семья, мы ещё летом, у нас есть 3 месяца, где мы тоже будем работать по устройству детей, по жизнеустройству в семью. Или в интернат, если кто пойдёт. Там есть серьёзная проблема. Вот одна девочка, две девочки показаны будут в этом фильме. Там серьёзная проблема в здоровье. Поэтому вот они пойдут в школу-интернат. Сколько они уже у вас находятся? Эти дети у нас, да, наверное, года 3 в нашем доме живут. Они поступили в 4 года. И вот сейчас им 7. У нас одна девочка с дисплазией лица. Мы её пролечивали в Москве несколько раз. Она у нас с рождения. Там отказ мамы был. Но мама ходит к нам в детский дом. И мы работаем очень тесно с мамой. И надеемся на то, что она восстановится в родительских правах. Потому что двух своих старших девочек она воспитала. Они хорошие. В плане поведения, в плане развития. Ну вот мы стараемся помочь. Насколько это нам удастся. Попробуем. Все ребятки, которые в школу пойдут, они читать умеют, писать умеют. Да, конечно, конечно. В соответствии со своими возможностями все умеют. У нас даже в массовой школе дети, в общеобразовательную, правильно сказать, школу дети уходят. Поэтому у нас работают. У нас дети с задержкой в развитии, с общим недоразвитием речи. И проблемы умственного развития, со сложной структурой дети. Вот это всё ограниченные возможности. Поэтому мы даже за короткий период реабилитации у нас стопроцентная сменяемость в течение учебного года идёт. Потому что одни дети к нам приходят. За короткий период мы проводим реабилитацию наших детей. И медицинскую, и педагогическую, и психологическую. И стараемся передать их на семейное воспитание. Сейчас... Да, продолжай. А, нет, просто вы сейчас в паузе сказали о том, что у вас экскурсия на лошадях была какая-то точно. Нет, я ещё добавить, кроме коробочки храбрости, Юлия, нам привозили лошадей. Маленькую пони и большую лошадь. И дети катались. Это было столько эмоций положительно, столько восторга. Потом они рисовали, рассказывали своим взрослым блеским, которые в тот день не работали. И педагоги, они рассказывали прямо с такими эмоциями положительно, что они катались на лошадях. Это просто было счастье. Я считаю, даже вот такой подарок для наших детей, это тоже в пользу наших детей. Вы чуть-чуть их сделали жизнерадостными. Спасибо. У нас в городе, как известно, довольно много всевозможных благотворительных мероприятий происходит. Но, Юля, вы формируете именно такой благотворительный формат. Бал, вечер. Можно так сказать, что вы формируете именно такую традицию? Сколько вы этим уже занимаетесь? Первый у нас был 10 декабря в прошлом году, где мы чествовали доноров российских, которые сдают кровь, сдают костный мозг для детей, которые болеют раком и болезнями крови. То есть это был первый опыт. Сейчас вот у нас второй балл. И я думаю, что в этом году, 7 декабря, у нас будет все-таки большой уже балл, где будут собраны и не гематологии, и вот детский дом надежды. Может быть, мы еще кого-то возьмем. 7 декабря это какая-то особая дата? Или просто вот 7 декабря? Просто 7 декабря, да, мне нравятся просто семерки, поэтому я как-то так к ним привязываюсь. Поэтому следующий балл у нас обязательно будет, он будет более крупный, более масштабный. Я думаю, что мы сделаем еще очень много добрых дел. И самое хорошее, наверное, вот почему мы этим занимаемся, потому что очень многие люди говорят потом спасибо за то, что их сердца начинают стучать по-другому. То есть вроде бы они приходят на мероприятие увеселительно, вроде бы они отдыхают, получают общение. Но, тем не менее, мы им показываем результат того, что их средства не куда-то ушли, а вот на конкретных детей, на конкретного ребенка, на конкретный подарок, может быть, на какие-то лекарства. Поэтому, на самом деле, это очень здорово. Я благодарю всех наших партнеров, мы приглашаем новых спонсоров. Это могут быть просто физические лица. То есть круглоблаготворительный растет, да? Да, конечно, конечно. Ну, я знаю, что на сайте вашего благотворительного фонда вы, собственно, выкладываете список тех, кто с вами сотрудничает, да? Да, но дело в том, что список мы выкладываем, но очень много людей, которые делают все это, скажем так, анонимно. Я вот вам помогу, а вы не афишируете, да? Да, не надо нас никуда, но вот вам, пожалуйста, деньги. И мы, конечно, тоже очень благодарны, потому что, ну, любая копейка, на самом деле, на сегодняшний день, мы все понимаем, что сейчас очень в России сложное время. И когда кто-то отрывает практически от своих детей в пользу чужих, неважно, находятся они в детском доме или в больнице находятся, или вот этот проект «Коробка храбрости», когда нам люди разного социального уровня несут вот эти маленькие игрушки, они несут в офис, они несут в больницы. То есть это на самом деле очень здорово, это говорит о том, что мы хотим помогать друг другу, это какая-то, наверное, ну, общая боль, что ли, да, чтобы нашим детям было лучше. И именно сегодня день защиты детей, и я рада, что вот мне жизнь предоставила такую возможность помогать детям. Я очень довольна. Благотворительному фонду два года в этом году исполняется, но ранее вы уже занимались подобной деятельностью, но в качестве волонтера. Да, просто пришло время, на самом деле, моя дочь придумала вот это название «Птица счастья», и появился фонд. Вот не было названия, не было фонда. Сколько дочек лет? Я сейчас 13. До этого, 4 года, вы занимались как волонтеры? Да, у нас была команда просто людей, друзей, в основном это мои друзья, партнеры по бизнесу. То есть мы просто делали добрые дела, скажем так, не афишировали, но дело в том, что наше законодательство, оно на сегодняшний день берет нас всех в жесткие рамки, и поэтому через фонд это все делать более, скажем так, спокойнее. Через оформление официальное, да? Да, именно как через юридическую структуру. Владимир Валерьевич, вы как детский ботсмен оцените вот такое явление. Благотворительный фонд, вот такие мероприятия, собирают круг неравнодушных бизнесменов в том числе. Во-первых, спросили по формату, да, там любой формат хорош, но то, что Юле удалось это создать, там и по прошлому мероприятию, да, то есть это точечный такой, очень серьезный сбор. У нее цели большие, вот были озвучены суммы, которые направлены в детский дом «Надежда». Миллион рублей и 150 тысяч рублей, да. Да, то есть это такие очень серьезные цели, но Юля, как успешный бизнесмен-предприниматель, человек, который умеет планировать и выстраивать стратегические, да, и увидеть цели, я думаю, что у нее все получится, она представляет, что и когда должно быть собрано, да, и я очень рад, что у нее огромное количество друзей и партнеров, которые с ней участвуют. При всем при этом она, вот, как вы сказали, и до этого ездили волонтеры, они до сих пор ездят, они одеваются то Снегурочкой, то Бабой-ягой, то кем-то еще, это все видно. Это тоже показатель того, что человек там не просто там организует что-то, а занимается этим сам, занимается этим искренне, это очень важно. Очень важно то, что подключаются люди действительно, которые там не афишируются, но которые готовы этим заниматься уже на постоянной основе. Почему это важно? Да, вот говоря о «Надежде», в детском доме «Надежда» условия для детей хорошие. То есть там детский дом, слава богу, там он отремонтирован, у детей хорошая мебель, кровати, питание и так далее, но дети сложные, дети разные. Поэтому вот дополнительные, скажем так, все там устройства или дополнительная оборудованная среда для их развития, это только в плюс, потому что там нет детей только там с ДЦП, да, Светлана Геннадьевна. Есть дети с разными возможностями, да, с ограниченными возможностями, поэтому чем больше им будет, опять же, повторюсь, возможностей предоставлено, тем, наверное, они лучше будут развиваться. И ведь сотрудничество с волонтерами и благотворительными позволяет говорить о большей открытости всех этих учреждений. То есть когда большое количество людей посещает детский дом, там практически, ну, наверное, в ежедневном режиме, то ни о какой там стопроцентной закрытости речи быть не может. Это все на виду. Вот знаете, как было несколько лет назад, проблема там, а в каких условиях живут дети и так далее, и так далее, то здесь вот этого не скрыть. Каждый день не навести там, не растили красные ковровые дорожки перед приездом там кого-то. А такие случаи несколько лет назад еще и были. То есть когда детский дом готовился к приезду там каких-то гостей там за неделю. То есть сейчас вот в текущем режиме, как они живут, вот эта ситуация есть. Уже специально не готовятся. Поэтому там вот, как сегодня было сказано... Времени мало остается. Да, птица, что касается, возвращаясь к теме Юлии и Светлана Гитальевны, там птица счастья сегодня переросла в себя, появилась пони счастья, лошадь счастья. Юля, еще какую-то информацию вы хотели отрочить? Да, я хотела сказать, что сегодня в рамках благотворительного вечера у нас сейчас состоится благотворительный аукцион детских рисунков и творчества пациентов, находящихся на лечении в детском отделении НИИ гематологии и детского дома «Надежда». А также галерея «Прогресса» тоже выставляет на аукцион наших кировских художников. То есть можно будет эти картины приобрести. И собранные средства также пойдут вот как раз на наши общие цели. На этом завершаем первую половину дневного разворота. Начало в 19 часов, надо напомнить сегодня благотворительного бала в Гаудихово. Спасибо, Юлия Савиных, Светлана Кликовкина и Владимир Шабардин. Всего доброго, до свидания. До свидания.